приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы друзья уделим внимание народным приметам на 21 мая поговорим о том что можно делать 21 мая что ни в коем случае нельзя делать в этот день а также поговорим о народном празднике который нас всех ожидает друзья все более подробно далее в этом видео 21 мая церковь чествует день памяти апостола и евангелисты иоанна богослова иоанна богослова это один из 12 апостолов являлся младшим братом апостола иакова их обоих сам бог иисус принял число своих великих учеников также апостол богослов считается автором пяти великих книг нового завета именно 21 мая отмечают ежегодное исхождение на месте погребения святого тончайшего розового праха который собирали простые и верующие люди для исцеления от различных болезней в давние времена верили что молитва за иоанна может спасти от отравления все потому что согласно истории его хотели отравить его хотел отравить римский император но на великого апостола яд к счастью не подействовал сегодня было правильно и привычно для многих сходить в храм просили бога читали молитвы и заговоры на прибавление ума а в церквях и храмов заказывали молебны с этими же прошениями у бога народе повелись такие названия данного дня как день ивана пшеничника день и иоанн богослова или долгий день предки не зря называли и ассоциировали день с пшеницей и и сели почти все сегодня до из тех пор пошли некоторые поговорки по этому поводу например на ивана богослова паши пашню до сей пшеницу некоторые староверы обязательно смотрели еще на рассвет черемухи в данный день или пока не увидят дубового листа на дереве их можно было понять у каждого региона были свои обычаи и поверья от которых люди просто боялись отступать поэтому все ждали благоприятного времени и конечно же чтобы были все традиции и народные приметы говорили о том что можно было сеять золотую пшеницу существовала интересная традиция которая обязывала богатых хозяев в этот день печь различные изделия из хлеба эту выпечку они должны были раздать бедным малоимущим сиротам или принести в храм обычным нуждающимся люди возрасте по такому случаю выходили на окраину и молились богу молитвы заключались в том чтобы бог послал им доброго человека и они могли разделить с ним кусок хлеба в этот день когда кто-то проходил мимо это считалось отличным знаком и сулила богатым урожаем в этом году причем богатый урожай урожай будет как у нуждающихся так и у богатых которые готовили данный хлеб бывали случаи когда никакого рядом и не находилась в данный момент тогда стоило обязательно поделиться выпечкой с птицами или домашними животными самому же есть такой хлеб категорически запрещалось домашних животных как правило сегодня обхаживали и халили лелеяли восхваляли купали и кормили вкусностями старались накормить до отвала в знак благодарности за то что они так верным им и помогают выжить сегодняшний день мог быть как солнечным так и дождливым с дождем приходили и грибы к людям как говорили на хороший урожай различных грибов если облака плыли по верху и стремились вверх то погода как ни крути будут солнечная а если облака будто падали вниз то будут дожди тучи могли также сулить и несчастья очень часто это спасало людей которые уже были начеку и могли что-то предпринять и остерегались чего-либо так скопление туч и являлась таким вещам знаком которые люди с опасением ожидали часто было красное затмение сегодня она правда проявлялась либо к вечеру либо к утру уже завтрашнего дня по красному цвету небо то когда она проявлялась и определяли погоду на предстоящий день если вечером то ждали яркого и теплого дня а если красное небо было с утра то дождя не миновать людям когда была ясна погода то ждали прекрасного урожая зерновых уже в ближайшее время после таких сообщений от погоды народ спускался свои амбары погреба чистые там все убирали и освобождали место для будущего урожая помимо угощения нищих из испеченным караваем сегодня стоило обязательно запомнить и задуматься над сном который приснится с 20 на 21 число этот сон или сны считались вещами а за исполнение их можно было и не сомневаться данные сны должны были сбыться по рассказам наших предков в течение недели снились они редко но попадали в цель очень метко когда сон производит на вас сильное эмоциональное впечатление сразу возникает желание рассказать или поделиться данным сном с близкими вам людьми а этого категорически не стоило делать так как это может привести к необратимым последствиям поэтому рекомендуем вам положительные сны держать крепко при себе и не рассказывать никому а негативные лучше всего постараться максимально быстро забыть дабы они не сбылись в реальной жизни 21 мая старайтесь избегать вранья во избежание каверзной ситуации не оказывайтесь подобного рода разговоров и вопросах но если так случилось что все же ситуация неизбежна то рекомендуем утаить какую-то информацию вместо того чтобы соврать в давние времена даже было поверье что-то ложь которая была сказана сегодня сегодня же всплывет и спровоцирует неприятную для всех ссору ссориться кстати сегодня тоже было неправильно когда люди чувствовали что ссоры уже просто не избежать они прямом смысле этого слова расходились давая понять друг другу что этот разговор стоит прекратить и разобраться в этом вопросе уже завтра когда эмоциональный настрой уже будут совершенные другим а понимание ситуации куда яснее чем вчера то и вопрос получится решить не прибегая к негативу и ругань и запомните что сегодня не лучший день когда стоит давать что-либо в долг так как люди которые просят и нуждаются в помощи с большой вероятностью к сожалению не смогут вернуть долг или затянут с этим на долгое время также обращаем ваше внимание что в этот день не рекомендуется стирать и гладить одежду считается что она быстро испачкается и вообще придет в негодность важные переговоры лучше отру отложить все-таки на другой день даже если они пройдут и без эксцессов впоследствии все пойдет наперекосяк в этот день стоит быть максимально щедрыми и речь идет здесь не только о деньгах нельзя сегодня отказывать кому-либо в помощи но а главные запреты этого дня это ссора с близкими и родными людьми она может перерасти в такой крупный скандал который со временем захватит всех членов семьи категорически в этот день было и отпускать с пустыми руками обязательно заверните с собой кусочек пшеничного пирога и как тогда вам будут счастье и богатство постарайтесь раздать все испеченные пироги не оставляйте в доме на ночь ни одного кусочка иначе вас ждут беды и голод также обращаем ваше внимание что сегодня не нужно быть жадными только щедрость и доброта должны исходить от вас иначе вас одолеет печаль и скорбь не рекомендуется в этот день посвящать и серьезным делам серьезного результата от этого не будет лучше займитесь любимым делом который доставляет вам удовольствие вот такие друзья у нас народные с вами приметы на 21 мая ну а далее у нас с вами лунный календарь на 21 мая по лунному календарю друзья нас ожидаем 20 и 21 лунные дни убывающая луна в знаке зодиака в отдалее сегодня очень серьезный и интересный день сегодня можно совершить невозможное время духовного преображения и преодоления сомнений приготовьтесь к тому что этот день очень насыщен энергией но нанесет себе созидательное а не разрушительное начало если вы сумеете правильно ею воспользоваться обернуть увеличившие увеличившиеся силы себе же на пользу то вашей жизни вскоре могут произойти события которые станут очень значимыми не будете сегодня быть активными и проявлять инициативу это вернется только хорошими результатами и успехом в любом деле целом энергетика этого дня способна раскрыть человеку глаза на многие вещи которые он раньше не понимал мир может открыться для него совершенно с иной стороны в результате могут измениться планы на будущее и образ мыслей к этому всегда можно прийти только через понимание своих прошлых поступков и ошибок через их исправления только так человек сможет почувствовать в себе силы идти дальше понять свою внутреннюю чистоту возможность что-то решать и предпринимать обращаем внимание что 21 мая этот день благоприятен как для бизнеса так и для общения а также для домашних дел и переезда что же касательно стрижки волос то этот день не совсем подходит для стрижки волос почему потому что волосы потеряют вид и будут тусклыми и безжизненными а прическа окажется скучной и неинтересной не тратя свое время ни на укладки не на прическе они вам все равно не понравятся даже выбрав одну из них через несколько минут вы поймете что она совершенно вам не к лицу это может легко испортить вам настроение очень плохое влияние на здоровье волос окажет все что будут изменять их структуру ламинирование химическая завивка кератиновое выпрямление перенесите все это на более удачный для этих процедур день более того все манипуляции с волосами скажутся негативно и на здоровье на карме и на отношениях с близкими людьми оставьте свои волосы в покое и вы увидите что этот день будет очень хороший что же касательно окраски волос то волосы лучше не окрашивайте чтобы не навредить своим делам и не испортить настроение волосы расчешите в направлении каждой части света этот жест привлечет максимум природной энергии и приблизит вас к самоанализу и рефлексии а вот зависть и недоброжелательность 21 мая способны навредить вам поэтому постарайтесь в этот день усмирить гордыню сегодня не стоит пользоваться духами а также выбирать духи день не рекомендуется для работы с запахами друзья вот такой у нас с вами день 21 мая по народным приметам и по лунному календарю с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео также обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии обращаем ваше внимание что у нас есть телеграм-канал ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео переходите смотрите друзья там также много полезной важной нужной и интересной информации ну а прямо сейчас друзья мы на экране видите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте то видео которое вам больше понравилось и смотрите знаете там много полезной важной нужной и интересной для вас информации всех вам благ конечно друзья услышимся с вами уже буквально в следующем видео